девочки и мальчики всем привет поговорим про новости новости в питере в том что у нас прыгает температура была значит почти 20 градусов сегодня сегодня вроде бы 15 вчера было 9 градусов ночью было 2 градуса представляете себе завтра будет опять холодная по моему 8 градусов и всю неделю следующую всю следующую неделю будет 8 градусов ну будет холодно даже до 4 градусов вроде бы говорят будет доходить то есть вообще в питере погоды нет я до сих пор кашляю девочки мало то что я кашляю до сих пор проклятый к вид как говорится вот это сама у меня такая слабость вы не представляете я еле ползу я вчера на работе еле на работе еще ничего но я еле доехала до дома и уже просто у меня сил никаких не было вообще никаких не что-то приготовить не что-то убраться но вот выходные конечно буду это самое что-то делать естественно надо приготовить и тут увидела случайно нинку это толстую нашу увидела что она купила капусты свежий вот и я тоже девочки так захотела щей из свежей капусты только у нее конечно с мясом там за всеми делами у меня конечно будет это все постная вот поэтому но слабость не от того что я пащусь нет абсолютно слабость именно после к видна и вот эта слабость она не дай боже девочки я просто знаю второй раз болею к видам поэтому там тогда сказал что у меня не к вид но мне после того как я записала видео позвонил врач и сказал у вас подтвержденный к вид вот такие вот дела девчонки поэтому слабость вот это вот она продолжается и кашель до сих пор такой уже такой уже знаете это самое но на сих пор даже если мой бронхит никуда пока что не делся так ну а что такие особых 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 у нас сейчас происшествий в питере слава тебе господи нету все убирается все чистится сейчас и так далее все-таки праздники скоро начнутся господи хоть отдохну девочки уже майские простенькие жду не дождусь хоть немножко отдохну потому что но сил нету девочки не просто так не просто так советском союзе давали с 55 лет женщинам пенсию не просто так понимаете это сто процентов после того как у вас ну грубо говоря климакс возникает у вас начинается с их у вас начинается сыпаться здоровье это сто процентов это сто процентов это надо очень поэтому тут надо следить за собой вот просто просто диеты там спорт у кого что понимаете так далее надо следить за собой однозначно однозначно но я хочу поговорить еще по российские новости вот ворске наконец-то стал отходить вода вы знаете все что у нас просто техногенная и природная катастрофа в ворске в оренбургской области там просто все залито водой люди потеряли имущество люди потеряли дома люди потеряли просто жилье и вообще наконец-то губернатор там вот выступил что будет все компенсация по рыночной стоимости дома то есть вот такая будет компенсация то есть люди смогут отстроиться если что а заново дамбу они будут опять-таки делать сказали что уже выделены деньги и будет уже современная хорошая дамба которая вот не допустит такого вот но почему-то все говорят про россии никто не говорит про казахстан точно также за залит весь казахстан понимаете там точно такая же катастрофа но никто об этом не говорит только россия понимаете ли но нас тоже в общем-то больше всего у меня тоже больше волнует россия но я смотрю в ютюбе про казахстан никто не пусть там это люди ну ладно короче не буду не буду вот вот такие вот новости они довольно таки тяжелые вот но что вы хотите высокосный год девочки да кстати вот тут же было затмение вот затмение было затмение потом какой-то новолуние потом еще чего-то ватроградным там и так далее и тому подобное девули это все не просто так высокосный год он очень очень тяжелый вот и поэтому я даже немножко жалею что мы не поехали в санаторий во феврале у меня не получилось то что задумывалось план мой не не сработал никак вот поэтому но спеши расчехался не кашляла только что вот плана значит не сработал поэтому я зря конечно не поехала в санаторий там бы я немножко себя поднабралась но вот так случилось то что случилось и нечего никогда жалеть что мы предполагаем о бог располагает бог располагает с другой стороны вот так вот все что бог дает все люби и принимай вот так вот люби храни ну что еще хочу сказать про нашего портнягина вы слышали такое косу нас я не слышала никогда этим 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 не наплевать на этих он миллионник блогер миллионник вот обманывал но мошенники обычный кто зарабатывает деньги на ютюбе а мошенники и фрики все мошенники и фрики да есть еще люди которые действительно трудом своим каким-то зарабатывать но их мало в основном а мошенники и фрики фрики это наша нинка нинка смотри это сам не будешь платить налоги к тебе придут вот он миллионник он обманывал ну как мошенник мошенник какие-то там лекции люди не с по 200 тысяч за сеансы вот это с ним куда болтовни которую там несет вот типа продвижение бизнеса и все такое как можно заработать деньги нами что-то в этом роде короче девочки он миллионник вот и миллионер вот не платит оказывается он не платил налоги он отмывал какие-то там грязные деньги открывает там какие-то рестораны за счет чего и так далее неизвестно в общем за него очень хорошо взялись органы наши вот и короче он уже заплатил 64 миллиона только налогов которые он не оплачивал но девочки самое ужасное что все они прутся прутся на донбасс показывать какие они пускай они туда деньги шлют я не против но пускать их туда отмываться понимаете от этой грязи в которой они живут это ну это ужасно это просто ужасно что ж такое-то придумали себе отмывочную вазу понимаете но это безобразие кстати хочу сказать про наши вновь вот у нас восстанавливается ну вновь наши территории которые взяли мы так сказать взяли и люди там ну многие остались жить кто-то уехал кто-то остался жить вы понимаете вот я считаю это мое мнение только я считаю давайте материальский материнский капитал давать им просто так даже в том же мариуполе устанавливают квартиры да люди действительно потеряли все я согласна но я считаю что бесплатно давать можно только пожилым пенсионерам которые действительно пожилым людям людям с инвалидностью многодетным родителям которых много детей которые действительно не могут заработать всем остальным надо давать льготные ипотеку льготную ипотеку и пусть они свои эти квартиры выкупают я так считаю это мое мнение это мое мнение потому что очень многие получают эти квартиры продают и уматывают то в европу то ну конечно в украину то никто сейчас не вне прется потому что там этот закон о мобилизации был примен там теперь все гребут там опять оказывается если у тебя нет одной культяпки ты годин если у тебя вот только если у тебя нет двух культяпок тебя не возьмут на фронт а с одной культяпкой иди иди воей дурачок получишь значок а я все хреневая конечно воюй дурачок получишь значок так что вот такие вот дела и я считаю что мы не должны потому что они не ценят то что мы вот восстанавливаем даем людям бесплатно там никто этого не оценит это такой народ и ему еще этот народ еще надо переводить цивилизацию они еще с кастрюлями на башках голове и многие не ненавидят пытаются до сих пор ненавидят россию до сих пор ненавидят потому что все это в голове там газ арестович сказал что там идеальный газ поэтому просто так давать им квартиры вот так бесплатно они не оценят это не оценит никто поэтому я считаю они должны за свой счет до должна быть очень годная ипотека возможно она должна быть без процента ну как может быть один там два три процента не больше потому что люди действительно все потеряли пусть идут на эти самые стройки они не идут на эти стройки они кричат ой к нам тут приехал очень много таджиков там узбеков кто там отстраивает им эти дома так идите сами туда работать но они не идут туда работать не хотят вот это самое работать они не хотят а жилье получить они хотят идите работайте я еще раз говорю надо давать бесплатно пенсионерам пожилым людям уже там может быть за 50 потому что но это не пожилые люди за 50 они могут еще работать но этим людям уже тяжело начинать все заново это безусловно я согласна с этим вот и я считаю многодетным детям и инвалидам вот этим людям этой категории безусловно надо давать бесплатно жилье 100 процентов потеряв они ничего не смогут сами восстановить вот а вот этим вот здоровым молодым и так далее которые могут заработать пусть работают на тех же стройках и получает и получают это жилье по очень льготные ипотеки я считаю так тогда они будут ценить это жилье и и так далее и тому подобное в общем такой вот они уже материнский капитал то тоже многие сначала наши давали всем подряд вот и сейчас в принципе дают они материнский капитал берут и уезжают в европу и там кстати что касается европы и наших дорогих украинцев их там уже ненавидят не на скоро весь мир будет ненавидеть украинцев хотя простые люди на самом деле ни в чем не виноваты и в чем не виноваты но их будут уже просто ненавидеть вот смотрите говорят в германии всем прислали во первых на карточки их перевели которые они не могут посылать эти деньги вот они могут только в германии расплачиваться этой картой то есть налички им давать теперь не будут я так понимаю вот они могут только расплачиваться в германии куда-то переводить эти деньги и так далее они теперь не могут Но говорят, они придумали новый способ, они покупают воду, чтобы была наличка, покупают большими баллонами огромными воду и потом сдают, там же есть такие автоматы, они сдают туда бутылки пустые, им наличка идёт. Вот они бутылки туда сдают, им наличку возвращают за бутылку. Конечно, они какой-то процент теряют, но хотя бы у них есть какая-то наличка, если им это надо будет, они как-то выкрутятся. Да, какие-то схемы найдут очередные и так далее. В общем, короче, я говорю, что уже Европа не рада, не рада этим, потому что, смотрите, Германия миллион с лишним, миллион там 200 вроде бы приняла беженцев, да, из них работают, из них работает только 20%, все остальные сидят на пособиях и работать они не собираются. Им понравилось. Они наконец-то, они сказали, я устал, я хочу отдохнуть. Все. Кто понял, жизнь работу бросил, понимаете, это из той оперы. Вот они вот устали и работать они не хотят. Вот и все. А вы работаете с ваших налогов, как мы тоже. Мы работаем с наших налогов. Идут там материнские... Вот смотрите, я понимаю материнский капитал платить гражданам России, у кого рождаются дети, потому что эти, их родители работают в России, платят налоги в России. И им, этим детям, нужно платить столько лет и так далее, и так далее. Но нет же, девочки, гражданам России, которые здесь родились, живут и работают. Но те, которые граждане, вновь прибывшие, давайте материнский капитал, я не понимаю за что. Они что, внесли какую-то лепту в наши налоги? Это же все идет из пенсионного фонда, девочки. Не доплачивается пенсионерам, получается, пенсии. Это все идет из пенсионного фонда. Я говорю, что да, рождаемость нам нужна, потому что эти дети, которые сейчас рожают наши соотечественники, наши граждане, они потом будут нас кормить. Нас кормить и своих родителей кормить, понимаете? Это другое дело совершенно. Это повышение рождаемости и так далее. Дают же 8 тысяч долларов. Что, плохо, что ли, получить? И смотать потом в Европу с этими деньгами. А эти-то за что? Они не платили сюда налоги. Они совершенно это пришлые люди. Пусть они сначала, если они действительно хотят жить с Россией, они должны это немножко заслужить. Чуть-чуть заслужить должны. Понимаете? Я считаю, что так. Ну, не знаю, в общем. Доброе, 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 доброе. Правительство у нас доброе, 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 доброе. Понимаете? Вот такие вот дела. А что касается еще, хочу сказать про Латвию. Ваш этот сексуалист, меньшинство. Ну, как сказать? Ну, в общем, короче, вы понимаете, о ком я говорю, да, о вашем правителе. Вот в Латвии он заключил с Украиной очень хорошее соглашение о безопасности. Значит, в течение 10 лет Латвия должна будет выплачивать репарации и контрибуции. Значит, это Украине. То есть, в течение 10 лет Латвия должна будет платить ежегодно от своего ВВП 0,25% в Украине. Репарации и контрибуции. Также она должна участвовать в размерировании этого государства. Значит, это самое, ну, после войны, естественно. Вот, восстановление этого государства 0,25% от своего ВВП. Народ там просто воет. Народ просто злой в Латвии. Они просто, они говорят, мы сами нищие, нищие, голодные. Ну, голодные, это, конечно, это самое, но нищие. Нищая Прибалтика, Латвия, должна платить 10 лет репарации и контрибуции. Наконец-то Украина добила своего. Вот оно заключено. И какой-то вот этот договор о безопасности. Вот туда входит вот это вот. Латвия просто рвет Латвию. Просто рвет. Смотрите, там Латвия стала так хорошо жить, что даже ту школу, ну, говорят, что старинная, очень хорошая, большая школа в Риге, в которой учился вот этот вот товарищ, который теперь у них там главный. Так, главный начальник сказал, начальник же сказал, вот этот главный, значит, это самый гей, всея Латвии. Вот. Вот он там учился, и эту школу теперь закрывают. Почему закрывают эту школу? Объясните мне. Потому что Латвия так хорошо живет, такая большая рождаемость, что туда просто нет детей, куда, чтобы они ходили. Нет детей. В этой школе она не заполняется. Нет детей в Латвии. А при Советском Союзе говорят, что туда было не попасть в эту школу. Не попасть, только было туда детей ходило. Вот она, первая, рождаемость. Люди не хотят рожать в нищем государстве, в процветающей демократической Латвии. И еще мне нравится, я вот для тех теток, которые мне тут писали, до сих пор это самое. Я помогаю в СУ, в СУ, я туда посылаю деньги. Посылай, дура. Волонтеры прекрасно живут. А еще посылай это самое туда же. Теперь вы будете еще ВВП свое туда посылать. 0,25%. Это хорошие деньги для Латвии. Которые могли бы построить те же самые школы, давать на рождаемость как-то немножко это самое. Но не важно. Не важно. Пусть Зелька покупает, он уже купил, господи, в Англии себе дворец, так сказать, где он собирается жить, остаток своей жизни. Ой, вы знаете, и вот эти вот ваши флаги, которые, флаги, которые украинские везде висят, людей уже раздражают, людей рвет. Люди ненавидят, стали ненавидеть украинцев. Хотя простые люди украинские, также нищие, голые, босые, потерявшие очень много чего, понимаете. Они не виноваты, но сделают их какими-то изгоями. Их просто, я смотрю, вот в Германии, смотрю, очень многих блогеров, там просто ненависть к беженцам украинским, просто ненависть. Не хотят вообще, не хотят они там, чтобы они там находились. И рады там, когда письма они получили сейчас о том, что давайте-ка вы идите работать, скоро вы поедете обратно в Украину, на Украину, скоро вы рванете обратно, мы вас туда пошлем, вы здесь заработаете опыт, и вы скоро вернетесь на свою историческую родину. Восстанавливать ее будете вы. Простые люди, которые вообще не хотели ничего. Но те, кто прыгает в кастрюльки, прыгайте дальше. Придурашные. Что я могу еще сказать? Ладно, все, это самое, на этом все. Да, привет всем, здоровья, счастья, девочки, главное здоровье. Пусть у вас будет, потому что без здоровья мы никто. Мы никто, и звать нас никак. Ну все, пока-пока. Все, что я хотела, я сказала. Поэтому всем всего самого-самого доброго. Пока-пока.